В 1968 году, после празднования 25-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, городсполком объявил о начале открытого конкурса по разработке проекта памятника. Согласно общей идее, требовался мемориал героям войны, всем тем, кто внес свой вклад в разгром врага на советской земле и в Воронеже в частности. Открытость конкурса означала, что в нем могли принимать участие творческие коллективы любого происхождения, в том числе зарубежные. Воронежскими авторами никто ограничиваться не собирался. Но получилось так, что создавать воронежский памятник героям войны пришлось все же местным авторам. Из-за рубежа на конкурс не прислали ни единой заявки, но от советских коллективов они были. В результате в финале противостояли друг другу коллектив из Москвы, а также местная группа. Победа досталась именно ей. Руководителем коллектива победителей выступал Федор Кузьмич Сушков, к тому времени известный в городе скульптор. По проекту Федора Кузьмича в Воронеже уже был сооружен памятник славы. Он же выполнил барельефы писателей для фасада Никитинской библиотеки. Могилу полковника Войцеховского в некрополе детского парка Орлеонок тоже увенчала работа Сушкова. Но вот в напарнике по проекту именитый скульптор взял человека вовсе нового. Николай Федорович Гуненков лишь за год до конкурса окончил столичный архитектурный институт. В Воронеже он и вовсе был новичком, попал в город по распределению. Никаких достижений за ним не числилось, да и не могло числиться. Вероятно, опытный Федор Кузьмич неким чутьем угадал талант начинающего архитектора и предложил вместе разрабатывать проект памятника воинам-победителям. Хотя конкурс проводился в 1968 году, площадь Победы в городе появилась только к 30-летию разгрома фашизма. И немаловажной причиной к тому послужили сложности с обустройством выбранного для размещения памятника места, а также многочисленные коррективы, что вносились в изначальный проект в процессе его реализации. Там, где сейчас находится площадь Победы, в конце 60-х годов прошлого века располагались заштатные частные сараи, гаражи и даже маленький дом на несколько квартир. Вплотную к застройке подходил овраг. Сооружение мемориала потребовало длительной бюрократической волокиты с получением разрешений на снос частной собственности и отселение людей. Затем пришлось заниматься собственно сносом, доставкой грунта для выравнивания площадки и частичной засыпки оврага. В результате получилась большая, сильно вытянутая площадь, а не просто компактный памятник. Это потребовало изменений в проекте. Изначально предполагалось, что скульптурная группа памятника и памятная стелла будут установлены рядом, но в окончательном варианте монумент оказался на южной оконечности площади, а стелла на северной. Между ними добавили стену из гранита. Выступающие тумбы позволили размещать на ней различные памятные надписи. Также изначально предполагалось, что стелла на площади Победы будет увенчана традиционной солдатской пятиконечной звездой. Но за считанные дни, до окончания сооружения мемориала и его торжественного открытия, вышел указ советского правительства, согласно которому Воронеж награждался Орденом Отечественной войны первой степени за вклад в разгром фашистов. В результате звезду в последний момент заменили двумя макетами Ордена, обращенными на Восток и Запад. Строительные работы велись в быстром темпе. Требовалось успеть с торжественным открытием к юбилейной дате. Заместитель главы гороисполкома В.М. Лунев немало способствовал успеху умелым руководствам. Заметный вклад в успех строительства внес и П.П. Даниленко, бывший тогда главным городским архитектором. Участник проектного коллектива «Инженер Пучков» разработал всю документацию по изготовлению и установке «Стеллы», а выполняли работу сотрудники Воронежского механического завода. Памятная «Стелла» состоит из двух частей, расположенных рядом, и спроектирована таким образом, что между ними можно было подниматься наверх. Этим и пользовались рабочие, которые сперва собирали каркасы «Стеллы» из металлопрофиля, а потом обшивали их металлическими листами. Ради надежности конструкции каркас заглубили в землю на 11 метров. Работы были завершены вовремя, и торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года, в день 30-летия Великой Победы. Тогда же возле «Стеллы» был зажжен вечный огонь. В результате строительства Воронеж получил не просто памятник, но целую новую площадь, которую выводил проспект Революции, одна из центральных городских улиц. Но вид памятного места начал меняться буквально сразу после его открытия. «Стелла» высотой 43 метра, увенчанная изображением Ордена Отечественной войны, возвышается в северной части площади. Напротив нее, на противоположной стороне, размещена скульптурная группа и вечный огонь. Памятник на площади Победы в Воронеже призван восславить подвиг всех людей СССР, сумевших справиться с фашистской угрозой. В группе изображены представители основных родов войск, партизан, санитарка, рабочая, мать с ребенком и девушка, держащая в руке непонадобившуюся ей свадебную фату. Общая картина заставляет вспомнить советские плакаты военных времен, призывающие к непримиримой борьбе с врагом. Восточная часть площади нависает над расположенными внизу улочками частного сектора, спускающимися к Воронежскому водохранилищу. Во время боев за город река Воронеж стала рубежом, за который захватчиков не пустили. Изначально предполагалось, что площадь вообще будет видовой, с хорошим панорамным обзором на все стороны. Однако позже идею принесли в жертву многоэтажной застройки. Остался только вид на левобережье. На гранитных тумбах к открытию памятника написали только текст указа о награждении Воронежа Орденом Отечественной войны. Позже появились надписи, перечисляющие названия частей, участвовавших в сражениях за город и их номера. Во время празднования 50-летия Победы возле Стеллы захоронили останки неизвестного бойца, найденные в районе Схи. Так на площади появилась могила неизвестного солдата, снабженная традиционной для СССР надписью, придуманной поэтом Сергеем Михалковым. В 2003 году на гранитной стене появилось перечисление воинских частей, что получили почетное право именоваться воронежскими. Это была инициатива ветеранов десантных войск и ее поддержали. Еще позже рядом появились имена уроженцев города, ставших героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Мемориальный комплекс площади Победы является одной из достопримечательностей Воронежа и местом проведения наиболее значимых мероприятий, посвященных Дню Победы и годовщинам освобождения Воронежа от фашистов. Сюда регулярно вводят экскурсии, в первую очередь детские и студенческие. Городские учебные заведения проводят возле мемориала воспитательные мероприятия. Среди воронежских молодоженов распространена традиция приезжать сюда в день свадьбы. Вообще площадь Победы – одно из самых известных мест в городе.